Всем привет! Это Миша и, как обычно, время американских новостей. Что у нас здесь за последние 7 дней произошло? Ну, начнем мы с полета Байдена в Украину. Значит, честно говоря, мне, так сказать, особо нечего, потому что, ну, понятно, это обсуждалось. В разных СМИ писали разное, да? По-разному относятся к идее помощи Украины, ну, хотя большая часть поддерживает. По-разному относятся к Байдену, хотя, ну, скорее, большая часть не очень поддерживает людей, по крайней мере, да? Да, вот, соответственно, ну, и статьи, и какие-то мнения, аналитика, она все равно носит вот такой, скажем так, слегка предвзятый характер. Поэтому, ну, любые мнения, да, от комплементарных слов в адрес Байдена до критики и так далее можно найти. Поэтому, честно, не буду вдваться, просто скажу, что вот эта тема, она была, ну, явно номер один на минувшей неделе. Ну, а что касается, вот, как раз-таки критики Байдена, вернее, его критиков, то они собрались на митинг. Вот, прошел он 19-го числа, и, честно говоря, конечно, получилось полное какое-то фиаско, потому что, ну, у меня какое-то было такое ощущение, что действительно они собираются сделать что-то большое. Вот, Вашингтон, Ди Си, да, там, напротив, там, рядом с Мемориалом Линкольну, да, то есть, что, думаю, ну, действительно сейчас соберется, там, тысяч сто, да? Да, вот, на практике собралось, судя по всему, в районе тысяч человек, организовывала его либертарианская партия США, и какая-то, я, честно говоря, никогда про нее не слышал, народная партия. Ну, еще, наверное, какие-то были организаторы, но вот это и главное, да, назывался этот митинг, типа, ярость против военной машины, да, опять же, замах на, значит, сто рублей, а, значит, удар на пять копеек. Так, потому что, ну, собравшихся было мало, выступающие, ну, как, были действительно люди уважаемые, да, люди, ну, с определенным статусом, наверное, ну, главным из этих людей был бывший конгрессмен Рон Пол, да, как бы он всю жизнь занимал антивоенную позицию, он всю жизнь говорил, что государство вообще не должно тратить деньги людей на непонятно что, и помощь другим государствам, вне зависимости от ситуации, это вот то самое непонятно что, да, опять же, там, в мировоззрении Рона Пола каждый конкретный человек должен иметь право, допустим, пожертвовать какие-то деньги или еще что-то, да, в другой стране, но вот именно государство, оно этим заниматься не должно, вот. Вот, ну, опять же, да, такая позиция, она не противоречит тому, что он всю жизнь не говорил, он, в общем-то, я считаю, занимает порядочную позицию, я не говорю, что другие, все непорядочные, но вот эта позиция, она, ну, понятна, скажем так, вот. Вот, а есть люди, у которых, ну, по-моему, связь с реальностью не очень, и вот, например, среди спикеров на этом митинге был такой человек по имени Джексон Хинкель. Я даже не знаю точно, правильно ли я произнес его фамилию, но, может быть, вы знаете лучше, потому что, если вы вдруг смотрите шоу Соловьева, то он вот хвастался в Твиттере, что он, значит, там будет выступать, вот, на, как он пишет, самом популярном телевизионном шоу в России. У него в Твиттере 120 тысяч подписчиков, в принципе, я думаю, что среди них можно просто проводить перепись, как бы, российских ботов. Каждый, наверное, не знаю, не то, что каждый, два из трех, если не три из четырех твитов у него, они посвящены, собственно, войне России и Украины. Он занимает, там, пророссийскую позицию. Также на митинге были те, кто, значит, пришли, да, с российскими флагами, кто-то даже пришел с советским. Вот один из людей с советским флагом, это человек, который еще несколько лет назад ходил на митинги с нацистским флагом, вот, со свастикой, да, вот, конкретным, да. Сейчас он говорит, что он вырос, как бы, прогрессировал, и он теперь патриот-социалист, а я не знаю, кто не национал-социалист, или, там, национал-патриот, или кем он там был раньше, вот. Ну, то есть, вот такая публика подобралась на этом митинге, очень своеобразная. Понятно, что это не все, скажем так, критики позиции по поддержке Украины, да, то есть, допустим, действующих, даже конгрессменов, да, там не было. Хотя, безусловно, там есть Марджори Тейлор Грин, и, в общем, еще довольно много таких, ну, есть такой лагерь в республиканской партии, своеобразный, да, вот из этих людей довольно много не поддерживают помощь Украине, и они не пришли. Но, все равно, в общем, казалось, что это будет какое-то более значимое событие, чем получилось. Продолжая тему местной политики, значит, появился еще один кандидат, в кандидаты, так сказать, от республиканцев. Это человек по имени Вивек Кармасвами, ему 37 лет, он бизнесмен, вот, как можно понять по его имени, он по национальности индус. Вот, кстати, как и Ники Хейли, она, если вы не знали, индуска по национальности, вот. Вот, ну, это, как бы, окей, и более того, вот, что интересно, при всем этом, то, что он говорит, первым указом он хочет сделать, это отменить закон, который говорит, что если в компании, там, больше, там, 51 человека, то она должна, значит, как-то принимать меры, чтобы, вот, представители нас меньшинства женщины, они были, значит, больше, как бы, чтобы их на нем, чтобы они, скажи, не были за бортом, да, вот такая история. Вот, он это предлагает отменить, принимался этот закон во времена Линдона Джонсона, то есть больше 50 лет назад, понятно, тогда ситуация была другая, сейчас, мне кажется, что вряд ли кто-то не нанимает, там, афроамериканцев, там, или женщин, потому что, значит, одни афроамериканцы, а другие женщины, да, ну, или то, и то. Мне кажется, что сейчас этого особо нет, и не из-за этого закона, а потому что просто, ну, времена изменились, как бы, понятия у людей изменились. Вот, так или иначе, ну, еще один кандидат, человек, судя по всему, как минимум адекватный, что важно, а чем больше адекватных мнений будет, как бы, произнесено во время дебатов, да, тем, ну, хочется надеяться, более сильный кандидат от республиканцев, более квалифицированный, более, скажем так, опять же, адекватный, да, а вот, хоть я возвращаюсь к этому слову, потому что понятно, что там не все из этих кандидатов, из трех, да, и я говорю не про Ники Хейли, не вот про этого джентльмена, да, могут похвастаться адекватностью, да, к сожалению, там, Трамп, он все больше какие-то пишет какой-то бред, нападает на своих, в общем-то, ну, конкурентов, но все-таки однопартийцев, в общем, ужасно. Вот то, что происходит с Трампом, после того, как вот он проиграл выборы, это, это что-то прямо вот, не знаю, ну, вот, вот человек, я не знаю, не стал бы, может быть, говорить распад личности, да, но Трамп, мне кажется, сломленным человеком, который просто не может этого признать. Теперь немножко, так сказать, криминала. Значит, первая история из Остина, штат Техас, ну, в общем-то, вторая история тоже будет из Остина, штат Техас, вот, вот, у нас весело в последнее время, особенно вот в Остине, вот, значит, там что случилось? Вообще, в Америке иногда любители уличных гонок могут просто приехать, перекрыть дорогу, то есть вот со всех четырех сторон, да, перекресток, они перекрывают его машинами, ну, то есть просто восстанавливаются и не едут, вот, и по центру перекрестка, особенно если какое-то большое, что-то, вот, там, 5 полос в одну сторону, 3 ряда в другую, вот, что-нибудь такое, вот, в общем, по центру начинается дрифт. Я жил в Далласе в квартире, где у нас прямо из окна это было иногда видно, ну, то есть там раз в несколько месяцев ребята съезжались, потом, когда подъезжала полиция, кто-нибудь из них там все стрелял в фейерверк, который, кстати, в Далласе запрещен, вот, и дальше все, как бы, мирно разъезжались, ну, то есть реально, я не могу сказать, что я радовался от того, что меня разбудили ночью, значит, звуки шин, да, естественно, всю ночью, когда по этим дорогам особо никто не ездит, то есть, в общем, это, ну, вряд ли, вряд ли это кому-то сильно мешает, вот, именно в плане дорожного движения, но, понятно, это такое хулиганство, да, вот, и опять же, когда приезжает полиция, люди круглого-хрубого разобегаются, ну, вот это хулиганы, да, ну, как бы, знаете, мелкая шалость, ну, веселятся ребята, вот у меня как-то даже, хотя они меня будили, да, но у меня к ним большого негатива нет. В Остине произошла немножко другая история, все то же самое, вот, ну, поскольку Остин город прогрессивный, там полиции немножко бюджет порезали, полиции не хватает, в общем, полиция приехала через 20 минут только, вот, и я не знаю из-за чего, но толпа просто начала идти на полицейскую машину, и есть там в интернете видео, где она просто, полиция пятится, машина, от вот этих собравшихся, и более того, кто-то еще фейерверком стреляет в эту полицейскую машину, вот, это уже, конечно, жесть, потому что, знаете, как это, мне кажется, это же такое превышение нормы, да, нарушение правил игры, да, вы хотите пошалить, ну, пошалить, окей, да, но, как бы, когда уже приехала полиция, ребят, надо расходиться, вот, так или иначе, не оправдывают нарушение закона, все такое, но вот такая история, вот, значит, ну, и еще одна в чем-то похожая история, опять же, тоже из Остина, в северо-западной части города, там, ну, опять же, адрес в новости не указан, но я был в той части города, там, в основном, такие дорогие дома, я не стал вставить, как бы, скриншот из видео, потому что там ничего интересного, вот это, но зато вот это вот как раз, грубо говоря, северо-западный Остин, да, ну, это вдоль реки, но там, в целом, как видите, дома дорогие, такой район дорогой, вот, и вот, собственно, в один из этих домов, когда никого там не было, съехались сотни, наверное, ну, может быть, не сотни, ну, сотня молодых людей, и устроили там вечеринку, называется это Mansion Rager, и подобное событие уже как-то было во Флориде, вот, ну, соответственно, приехавшие после звонков соседей хозяева дома, увидели, что там какие-то левые люди, машины и так далее, ну, в итоге обошлось без жертв, там, никто никого не перестрелял, не этот дом, конечно, пострадал, ну, как, ему не сожгли, да, там, что-то, что-то стырили, но, в целом, это, конечно, ну, скорее было такое, что-то акция, опять же, хулиганская, я не уверен, что здесь есть какой-то, знаете, серьезный подтекст, но это с одной стороны, а с другой стороны, опять же, где распространялись приглашения на эту вечеринку? Социальная сеть TikTok, а, собственно, с какой страной аффилирован TikTok, правильно, с Китаем? Вы знаете, я не удивлюсь, что вот эта история, она реально спланирована где-то, там, не знаю, каким-нибудь китайским КГБшником, и они реально это двигают, ну, там, с целью расшатать или что-то, да, какие-то вещи, то есть, опять же, я там против того, чтобы банить TikTok, с одной стороны, но с другой стороны, в общем и целом, скажем так, вот, проследовать эту историю, я считаю, нужно было как следует, ну, и в целом, да, по-хорошему нужно найти тех, кто вламывался, и показательно наказать, опять же, я не говорю, что нужно посадить людей 20 лет в тюрьму, да, но, как минимум, должна быть какая-то неотвратимость наказания, да, она может быть не очень серьезным, но неотвратимым. Ну, на этом на сегодня все, спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok